Здравствуйте! В эфире ЛРТ программа «Итоги недели» в студии Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Здесь встали студии, которые так или иначе своей силой и волей продолжают жить. Во Дворце культуры прошел концерт, посвященный Международному дню инвалидов. Преимущество дает в плане коммуникации, в плане того, что себя можно как-то проявить. К российскому движению школьников присоединились люберецкие ученики. Раз, два, три, девочка, говори! В центральном парке округа зажгли главную новогоднюю красавицу. Никто не перетягивал несколько летательных аппаратов. В любом случае, это будет рекордом. О подготовке Сергея Гаджаняна к новым рекордам расскажу в финале выпуска. А теперь обо всем подробнее. Еженедельное оперативное совещание прошло в Люберецкой администрации. В проделанной работе отчитались руководители структурных подразделений, силовых ведомств, экстренных служб и медики. Как прошла неделя в городском округе и какие вопросы обсудили во время совещания, расскажет наш корреспондент. Об оперативной обстановке на территории городского округа доложил начальник Люберецкой полиции Евгений Романцев. По его словам, на прошлой неделе за помощью к правоохранителям обратились более 1800 человек. По 18 заявлениям возбуждены уголовные дела. 16 из них уже раскрыты. Также было 168 ДТП с двумя спестрадашами и на трупы. Личный состав работал в полном режиме. Никаких значительных преступлений не было. За отчетный период Люберецкие спасатели выезжали по сигналу тревоги 28 раз. В трех случаях пришлось бороться с огнем. Ни одно происшествие, связанное с пожарами, не стало причиной гибели или травмирования людей. 25 ноября в 12 часов 33 минуты загорания личных вещей и мебели на балконе на улице Космонавтов, дом 21, квартира 99. По результате кровельных работ было загорание личных вещей на балконе двухкомнатной квартиры пятого этажа на общей площади 2 квадратных метров. Жилищно-коммунальный комплекс работал без сбоев в штатном режиме. Управление ЖКХ продолжает следить за обращениями жителей, поступающих в единую диспетчерскую службу. На минувшей неделе было более 4000 звонков. Основная доля обращений – это начисление квитанции Мособул-Ирц, а также справки по иным вопросам. Все разъяснения были даны всем заявителям. Обращения поступали и в администрацию округа. В поселке Красково жители просят восстановить целостность остановочного павильона, на бугах решить вопрос с освещением в подземном переходе, а на юбилейной 2 – своевременно вывозить мусор возле торгового объекта. Луиза Егия-Зарян, Сергей Гвоздев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. На перегоне Люберцы-1 Ухтомская состоялся рейд по выявлению нарушений перехода через железнодорожные пути. В нем приняли участие представители администрации округа, административно-пассажирской инспекции и наша съемочная группа. Причиной рейда послужил несчастный случай. 18 ноября в темное время суток при переходе железнодорожных путей в неположенном месте женщина попала под поезд. Это не единственное трагическое происшествие на участке между станциями Люберцы-1 и Ухтомская. Самое опасное место, пожалуй, снизу. Поскольку когда со станции идет, электричка ее не видна. Переходят не глядя и попадают, как правило, под электричку. Здесь же карманы есть на мосту, в принципе. И видно, когда со станции, когда с Москвы идет поезд. Алексей Дрыгалов знает о печальной истории, но его это не останавливает. Алексей уверен, что в светлое время суток и в трезвом состоянии здесь безопасно. Здесь натоплена тропа. Люди, которые здесь живут, как бы знают, что здесь можно перейти железную дорогу. Все-таки здесь безопаснее, чем вот там внизу. Потому что здесь все-таки и лестница, и мост, и карманы. А дальше уже, что называется, зависит от нашей головы. И не страшно вам здесь ходить? Мне не страшно, здесь по ночам только поезд ходит. Только по ночам? А днем? Днем здесь не ходит ничего. Днем тут очень редко можно наткнуться на поезд. Но Алексей ошибся. Буквально через 10 минут по мосту проехал пассажирский поезд. Ирина Строкова редко ходит таким путем. Она торопится в аптеку. Дома ее вместе с лекарствами ждет бабушка. Ирина признает, этот путь небезопасен. Но так у нее на дорогу уходит в два раза меньше времени. Чтобы какой-то был транспорт, чтобы я с той стороны села и приехала сюда. Вот как, например, восьмерка. Восьмерка у нас оттуда и едет только на высшую школу. А нужно, чтобы она еще сюда. Потому что переход, это где у нас, вон там. Вот здесь близко нету нигде перехода. Для устранения несанкционированных проходов регулярно заделываются дыры в заборах, устанавливаются калитки. Но эти конструкции часто разрушаются вандалами. Во время подобных рейдов сотрудники Минтранс, сотрудники администрации Люберецкого района и сотрудники ЛУВД проводят беседы с жителями. Агитационные плакаты вешаются на станциях. Они вешаются на оборудованных официальных переходах. Нарушителям делают предупреждения, а особо заядлых штрафуют на 100 рублей. Но жизнь дороже. Поэтому лучше строить свой маршрут по безопасному пути. Дмитрий Гринчев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Ежегодно 3 декабря отмечается Международный день инвалидов. В Люберецком дворце культуры прошел концерт для людей с ограниченными возможностями. Нас также пригласили на этот концерт. Давайте помогать и делом и словами. Юные артисты радовали своим творчеством. Песни и танцы зажигали огонь в глазах зрителей. Сегодня в Люберецком дворце культуры собрались люди с ограниченными возможностями здоровья. Здесь в завице собрались люди, которые так или иначе своей силой и волей продолжают жить. Понятно, что жизнь такая штука непростая. Потому что к инвалидности, когда человек рождается, особенно в детстве бегает, никто не готовится. Владимир Ружицкий подчеркнул важность программы «Доступная среда». У каждого должна быть возможность посещать поликлиники, школы, магазины, театры. В Люберецком округе проживают более 18 тысяч людей с ограниченными возможностями. Из них более 600 – инвалиды-колясочники. Депутат Московской областной думы Игорь Каханый пообещал помогать и на законодательном уровне. Я узнал, я раньше этого не знал, что человек получает инвалидность, когда оформляет инвалидность, слетает с другими гликотами, у него получается денег меньше. Вообще обещаю, что к этой проблеме я уже подключился, и будем, я думаю, все серьезно дать им работать, чтобы поменять. Анна Гришаева – инвалид второй группы. Она живет в Люберцах с 61-го года. Работала на вертолетном заводе имени Миля, на Люберецких транспортных предприятиях. Еще с юности активно участвует в общественных мероприятиях. Мне уже 74. Желаю даже до 75-летия, когда меня поздравит администрация. Я участник везде, во всех мероприятиях города. Я очень довольна своей жизнью. Ну ты опять на свою общественную работу пошла? Я говорю, да. Я говорю, мне нравится работать с людьми. Очень важно помнить о людях с ограничениями по состоянию здоровья. Они хотят вести активный образ жизни, и поддержка им особенно важна. Дмитрий Гринчев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Масштабная региональная акция «Спасибо врачам» продолжается. Сейчас медики особо нуждаются в поддержке. Активисты Молодой гвардии «Единой России» вручили цветы и торты врачам Люберецкой подстанции скорой помощи. Сотрудники скорой помощи всегда готовы прийти на помощь. Последние два года им приходится особенно трудно. Из-за пандемии коронавируса число вызовов заметно выросло. Но угроза заражения ковидом их не пугает. Они храбро исполняют свой долг. Активисты Молодой гвардии «Единой России» решили поддержать боевой дух медперсонала. Вам крепкого здоровья, вы постоянно на передовой, постоянно общаетесь с больными. Поэтому, молодежь, давайте все вместе скажем «Три-четыре!» «Спасибо!» Такая поддержка – это только дополнение к основной помощи медикам. Оказанное внимание поднимает настроение, и работать становится немного легче. К благотворительной акции подключились волонтеры, представители бизнеса и властей. Мне нравится, что у нас такая активная молодежь. Эта акция не я ее придумал, не наши местные депутаты. Это именно всероссийская акция, которая пошла под эгидой молодежи. Это пошла от молодой гвардии «Единая Россия». Молодежь понимает, насколько тяжело нашим врачам. Такой благотворительностью активисты занимаются не в первый раз. Акции поддержки у станции скорой помощи и госпиталей стали регулярными. «Мы проводим различные акции. Например, как сегодняшняя акция «Спасибо врачам». Это ежегодная акция. Привозили продуктовые наборы врачам, привозили подарки разные. Так что мы всячески поддерживаем люберезских врачей». Медики по-прежнему находятся на передовой. Для них важно, чтобы каждый следил за своим здоровьем, не забывал о правилах личной гигиены и использовал средства индивидуальной защиты в общественных местах. Дмитрий Гринчев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Люберцах открылся центр диагностики, лечения диабета и сосудистой патологии. В клинике не только помогают справиться с последствиями уже перенесенных недугов, но и предупреждают развитие хронических болезней. Наша съемочная группа оценила возможности современной медицины. Дмитрий Щербинов выписался из больницы два месяца назад. Мужчина в тяжелой форме, переболел коронавирусной инфекцией. Поражение легких оставил отпечаток на дальнейшем самочувствии. Для скорейшего восстановления врачи посоветовали ему лечение в барокамере. Уже после первой процедуры Дмитрий почувствовал себя бодрее. «Выходишь с нее, как заново родился, совсем по-другому себя ощущаешь. Записался на сеанс, 10 сеансов прошел в барокамеры. Сейчас намного себя лучше чувствую. У меня раньше была слабость». Баротерапия полезна абсолютно каждому, даже здоровому человеку. Перечень противопоказаний к этой процедуре минимальный, а спектр положительного воздействия на организм максимальный. Насыщение чистым кислородом не только повышает иммунитет, но и предотвращает осложнения при хронических болезнях, таких, например, как сахарный диабет. «Почему именно в нашем центре используется данная процедура? Потому что мы влияем на сосудистое периферическое русло, на микроциркуляцию. При диабете есть осложнения – это ангиопатия, нейропатия. Мы отдаляем инвалидизацию данных пациентов». В Центре диабета и сосудистой патологии оказывают полный перечень услуг пациентам этих категорий. В клинике можно получить консультацию узких специалистов, пройти комплексное обследование и лечение. Здесь готовы помочь людям, страдающим диабетом разной степени тяжести и проблемами сосудистой системы. Современные методы позволяют предотвратить такие заболевания, а после инфаркта или инсульта пройти курс реабилитации. «Самым главным достижением того, что мы смогли сделать, это то, что мы нашли и одновременно барокамеру, которую можно поставить и допить с результата, и гальваническая, гидрогаллическая ванна, четырехполюсная. Для диабета это, пожалуй, может, основное. И вот это сочетание барокамера, гидрогаллическая ванна, элементы физиотерапии, элементы, связанные с ударом волос, электростимуляцией мышц и, самое главное, большой объем утревенных капельных введений позволяют нам достичь неплохих результатов». Медицинский центр открылся три месяца назад. За это время его услугами воспользовались 60 человек. Положительную динамику отмечают как люди с диабетом, так и пациенты, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и постковидным синдромом. Луиза Игия Заря, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В гимназии номер 16 городского округа Люберцы проходит благотворительная акция «Коробка храбрости». В течение недели в общеобразовательном учреждении собирают игрушки и канцелярские товары для детей, страдающих онкологическими заболеваниями. Собранные подарки педагоги гимназии передают сотрудникам Дворца детского и юношеского творчества. А они, в свою очередь, отвозят их пациентам Московского областного онкодиспансера, который находится в Балашихе. Дети лежат в больнице. Возможно, у них нет надежды на будущую жизнь или тому подобное. Но каждый раз, когда мы им приносим эти игрушки, мы им даем, так скажем, возможность и надежду на будущее. То, что они выздоровеют, то, что они будут ходить в школу, как мы, то, что они будут жить, как мы. 25 воспитанников Люберецких общеобразовательных учреждений пополнили ряды российского движения школьников. Торжественная церемония посвящения в организацию прошла в 16-й гимназии. На ней побывала наша съемочная группа. Обещаем! 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 С этой минуты юные добровольцы официально стали частью Большого Всероссийского сообщества. После торжественного обещания каждый из этих ребят получил значок с символикой РДШ. Это молодежное движение стремительно набирает популярность в городском округе. Сегодня уже более 9 тысяч люберецких школьников состоят в его рядах. Преимущество дает в плане коммуникации, в плане того, что себя можно как-то проявить. У нас есть ученица 18-й гимназии, которая выиграла в большой перемене. Она получает миллион на образование. Российское движение школьников объединяет активных, талантливых и целеустремленных детей. Они состоят в молодежном парламенте, занимаются волонтерством и местным самоуправлением в школах. Для ребят вступление в сообщество – первый шаг на пути к своим целям. Если мы вернемся к их стокам и к истории нашей, ну, я вам могу сказать, что всегда был резерв кадров и в комсомоле, и в партии, и на предприятии. И этот резерв формировался из тех именно ребят, которых в свое время в октябряцкой «Звездочке» занимали лидерские позиции, в пионерской дружине занимали лидерские позиции. Поэтому вы на правильном пути. Я желаю вам задора, бодрости, энергии. Вступить в российское движение школьников могут дети, достигшие 8 лет. Чтобы стать частью большой дружной команды, нужно только зарегистрироваться на сайте организации. В каждой школе городского округа есть куратор молодежного проекта. Луиза Игия Заря, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В этом году еще три общеобразовательных учреждения городского округа присоединились к проекту «Точка роста». Это специальные центры естественно-научной и технологической направленности, которые создаются на базе школ и гимназий в селах и малых городах. Наша съемочная группа увидела, как в таких объектах организован учебный процесс. Новое здание, новые методы обучения. Второй корпус Малаховской 48-й школы распахнул свои двери в сентябре прошлого года. Общеобразовательное учреждение не только кардинально сменило облик, но и перестроило учебный процесс. Это стало возможным благодаря проекту «Точка роста». В нашей школе «Точка роста» функционирует с 1 сентября 2021 года. Только в этом учебном году мы начинаем с этим работать. Но, если честно, нашим учителям очень понравилось, потому что современное оборудование, современная мебель, техника – это не просто образование, это не просто учеба, это учеба с интересом. В школе действует естественно-научный профиль. Под «Точку роста» адаптированы кабинеты физики, химии и биологии. Эти предметы изучают не только на занятиях, предусмотренных в расписании, но и во время внеурочной деятельности. Здесь все создано для того, чтобы можно проводить учебный процесс по современным технологиям, требованиям, чтобы именно детям передавать те знания, которые будут востребованы жизнью. По такому же принципу работают 47-я школа в Малаховке и 18-я гимназия в поселке Томилино. А первый подобный центр образования появился в городском округе в 2019 году на базе Токаревской сельской школы. Луиза Эгия-Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Люберцах открылись муниципальные образовательные рождественские чтения. На этот раз тема посвящена 350-летию со дня рождения Петра I. На торжественном мероприятии в Храме Преображения Господня побывали мы. Чтобы Русь равнялась с мою. Рождественские чтения – одна из неотъемлемых традиций в преддверии главного церковного праздника. В городском округе Люберца они проходят уже в 19-й раз. В этом году представители духовенства, педагоги и школьники рассмотрят такую тему, как секулярный мир и религиозность. Основоположником этих понятий был российский император Пётр I. Не случайно Рождественские чтения у нас проходят накануне Рождества Христова. А что такое рождение Спасителя? Рождение любого ребенка – это радость. Я вам желаю искренне, чтобы вспоминание Спасителя и анализ нашей истории благотворно приел на нашу душу, и чтобы любовь в каждом сердце и семье процветала. В день открытия рождественских чтений представители управления образованием городского округа и Люберецкого благочиния подписали соглашение о сотрудничестве. Этот документ – еще один шаг в работе, направленной на духовно-нравственное воспитание молодежи. Соглашение – это, я не скажу, что новое что-то в нашей жизни, но, тем не менее, создалась новая подольская Люберецкая епархия, и мы обязаны были привнести в наше уже действующее соглашение некоторые изменения, и сегодня мы переподписали такой важный документ. Еще одной частью открытия рождественских чтений стало награждение лауреатов и победителей муниципального этапа международного конкурса детского творчества. Тема проекта «Красота Божьего мира» также была связана с именем первого российского императора. Авторы 23 лучших работ получили грамоты и подарки. Луиза Иги Азарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Партия «Единая Россия» отметила день рождения. В этом году ей исполнилось 20 лет. Этот праздник имеет большое значение для людей, которые стояли у истоков создания политического сообщества. В гостях у одного из ветеранов партии, Александра Тимченко, побывали мои коллеги. «Где-то я в светлом костюме бегаю. Вот Алексей II». Эту маленькую комнату Александр Тимченко называет своим домашним музеем. Здесь портреты родственников, архивные фото, грамоты и медали, накопленные за многие годы. За его плечами 50 лет трудового стажа и успешное политическое прошлое. «Организовал эту партию Отечества. У нас была точка опоры. Во-первых, Люберецкое отделение Российского союза молодежи. Холодов Алексей Иванович был такой. Потом мы опирались на объединение профсоюзов. Это Александр Васильевич Попов. Потом с Домой, помощник депутата государства Дома Любови Дмитриевна. Вот у нас были такие точки опоры, когда мы организовали здесь партию». В 2001 году Александр Иванович возглавил Люберецкое местное отделение «Единая Россия». С 20-летием со дня основания партии ветерана поздравил его преемник Владимир Ружицкий. «Вы у нас старейший член партии. Поэтому за пописью Бринцалова, это руководитель нашей партийной организации всей Московской области, вот такая почетная грамота. Ну, по крайней мере, она будет подчеркивать еще раз в вашем музее, что вы у нас старейший член партии. «Да, это туда в музей отнесу. Спасибо большое». В следующем году Александру Тимченко исполнится 90 лет. Он до сих пор интересуется жизнью партии и следит за ее деятельностью. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. До Нового года остается меньше месяца. И в преддверии праздника, в первый день зимы, в Люберецком центральном парке торжественно зажгли гирлянду на новогодней еле. Это дало старт губернаторскому проекту «Зима в Подмосковье». Наша съемочная группа побывала на первом предновогоднем празднике. Вот и наступила зима. Долгожданный Новый год не за горами. Первое праздничное мероприятие состоялось в Центральном парке. Профессиональные артисты для мальчишек, девчонок и их родителей разыграли интерактивную сказку. Действие на сцене развивалось по классическим законам драматургии. Символ Нового года Тигруля вместе со снежинками звали Деда Мороза со снегурочкой. А пришла Баба Яга. Она спрятала волшебную кнопку, без которой гирлянду на елке не зажечь. Дети помогали Тигруле, танцевали так, что никто не замерз. А Баба Яга перешла на сторону добра. Добрым волшебником выступил и глава округа Владимир Ружицкий. Он поздравил с началом зимы всех присутствующих и помог ребятам позвать Деда Мороза. Дед Мороз! Дед Мороз! Затем вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и всеми детьми совершили главное чудо этого вечера. Раз, два, три, елочка, гори! Ура! Но на этом чудеса не закончились. Жителей города радовал праздничный салют. Затем дети вместе со сказочными персонажами водили хоровод вокруг яркой красавицы и фотографировались на память. Начало новогодним праздникам положено. Дмитрий Гринчев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Хореографический ансамбль «Джем» более 20 лет известен Люберчанам. Теперь у этого коллектива появился свой дом. На торжественном открытии побывали мои коллеги. Дорогие друзья, это наш новый дом, дом танца «Джем». В Красково праздник. Воздушные шары, зажигательная музыка и яркая хореография радуют жителей поселка. Присутствующих здесь объединяет любовь к танцам. Дети получат здесь не только танцевальное образование. Они здесь научатся многому другому. И спорту, и отдыху, и развлечению, и дружбе. Елена Фомина уже 21 год является художественным руководителем танцевального коллектива «Джем». Ее талант педагога и хореографа вдохновляет учеников. Она очень хороший педагог. Бывает строгой, но это наоборот хорошее в ней качество, потому что мы не теряем свою форму и делаем все намного лучше. Она вообще в принципе хороший человек и хореограф. История ансамбля началась в стенах гимназии номер 56. На первое занятие, вспоминает Елена, собралось полшколы. Но затем осталось только 30 самых стойких учеников. В 2010 году мы перешли в Красковский культурный центр. Но оставалось работником по совместительству гимназии 56. И наш коллектив был на два влагеря. И образование, и культура. Вот мы так вот существовали до сих пор. Мечта сбылась. Ансамбль «Джем» по праву заслужил иметь свой дом. Он является победителем многочисленных всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. У нас Красково – это, мне кажется, такой поселок танцевальный. Один из самых танцевальных. Все дети приучены к спорту, культуре, к танцу. И поняла, что нужно развиваться дальше. Нужно организовать какое-то большое пространство для наших детей, для будущих детей. И мы открыли дом танца «Джем». Четыре просторных аудитории уже готовы принять учеников. Современные танцевальные и спортивные направления, такие как «Кангу-джампс» и «Банжи-фитнес» – и для детей, и для взрослых. Теперь танцы жителям поселка Красково стали еще доступней. Дмитрий Гринчев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Во дворце спорта «Триумф» прошли соревнования по художественной гимнастике. Округ посетили юные спортсменки из разных городов России. Физическую подготовку, профессионализм и артистизм оценила опытная жюри и мои коллеги. На открытом чемпионате по художественной гимнастике Люберца представляла несколько участниц. Одна из них – 13-летняя Виктория Попова. Она занимается гимнастикой 7 лет. Этот вид спорта покорил красотой – любимые упражнения с обручем и булавами. Я не сильно волновалась. То, что отработано, то отработано. Я выступала на всероссийских соревнованиях, во дворце «Винер». Ну и вот на таких соревнованиях, как сейчас были. Виктория мечтает стать мастером спорта. Ее стремление награждается победой. С января следующего года во многих видах спорта вступают в силу новые правила. Но по распоряжению президента Всероссийской Федерации художественной гимнастики Ирины Винер эти соревнования судили по-новому уже сейчас. У нас 4 бригады. Раньше у нас артистика судила вместе с бригадой техники. Теперь у нас есть артистика, бригада артистики, которая судит отдельно. И плюс у нее еще 4 судьи. Немножко программа поменялась в том смысле, что больше работы предметом стало. Если бы много работали телом, то теперь у нас должно работать больше предметов. Гимнастки выступали со скакалкой, обручем, мечом, булавами и лентой. Состязались в личной программе и в групповых упражнениях. Данный чемпионат отборочный перед всероссийскими соревнованиями «Возрождение», где примут участие дети по программе мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта. Федерация России включила в ЕКП, это единый календарный план Минспорта России, включили соревнования для мастеров с выполнением мастера. Это впервые. Для мастеров были только чемпионаты Кубок России. Туда не все дети попадают. В открытом чемпионате физкультурно-спортивного общества «Профсоюзы» участвовало около 300 гимнасток, среди которых спортсменки из Воронежа, Екатеринбурга, Белгорода, Кирова, Москвы и Московской области. Именно на таких соревнованиях зажигаются будущие олимпийские звезды. Дмитрий Гринчев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Такого в мире силовых видов спорта еще не было. Люберчанин Сергей Агаджанян готовится к установлению нового мирового рекорда. На этот раз спортсмен-экстремал попытается сорвать с места и перетянуть несколько вертолетов сразу. Сейчас атлет активно готовится к предстоящему событию. Как он это делает, покажем в следующем сюжете. Свою разминку Сергей Агаджанян начинает с тренажера «Хаммер». Постепенно увеличивая нагрузку, спортсмен в конечном итоге осиливает 140 килограммов. Для обычного человека это из области фантастики. Для Сергея – просто разогрев перед серьезной тренировкой. В копилке достижений – буксировка пожарной машины, трамвая, самого грузоподъемного в мире вертолета Ми-26 и автоколонны весом более 53 тонн. Останавливаться на этом Сергей не намерен. В следующем году он попробует сдвинуть с места сразу несколько воздушных суден. Событие произойдет в Казани на территории вертолетного завода. «Никто не перетягивал несколько летательных аппаратов. В любом случае это будет рекордом. Хотелось бы три вертолета перетянуть сразу. Может, четыре. Но, скажу, проблема не только в том, что это сделать трудно физически, а в том, что на площадке трудно поставить одновременно несколько летательных аппаратов с учетом размаха их габаритных размеров». Свой новый рекорд Люберецкий силач посвятит 77-й годовщине Великой Победы. Во время буксировки вертолетов Сергей использует свою фирменную фишку. Надует и до разрыва несколько медицинских грелок. Впрочем, этот элемент он успешно применяет и во время кардиотренировок. Сергей любит говорить, что он зожник, он не профессионал. Но то, что он выполняет, эти вещи, которые он выполняет, это профессиональный уровень. Не говоря не только про Россию, но и мировой уровень берем. Очередной спортивный подвиг Сергей совершит ориентировочно весной. Сейчас у него горячая подготовительная пора. По словам силача, все, что он делает, направлено на одно. Заразить своим примером подрастающее поколение. Занимайтесь спортом. Луиза Игия Зарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Больше, чем места для занятий спортом. Сеть фитнес-клубов ОХА, на которой успешно развивается в Москве и Московской области, дошла до Некрасовки. 7 тысяч квадратных метров в распоряжении посетителей. На торжественном открытии нового фитнес-клуба побывала наша съемочная группа. Поехали. Так началась история еще одного фитнес-клуба ОХА. На пятый по счету объект этого бренда по праву называют гигантом. Размер одного только плавательного комплекса, чего стоит. В зале три бассейна и гидро-аэроджакузи. В честь открытия сотрудники клуба устроили для своих клиентов праздничный вечер. Сегодня будет проведен розыгрыш. Один розыгрыш предназначается для членов клуба, которые приобрели карты до 29 числа включительно. И те, которые сегодня приобрели карты, тоже могут поучаствовать в новом розыгрыше айфона 13-го. В то время как одни посетители наслаждались праздником, другие уже усердно занимались спортом. Дети учились лазить по скалодрому. Аккуратно. Можно ножку поставить. Отлично. А взрослые занимались в зале групповых занятий и испытывали новые тренажеры. Алена Азизова с нетерпением ждала открытия этого клуба. Она приобрела карту еще месяц назад. Затягивать с первым занятием не стала. Пришла сюда в первый же день. Дочь посоветовала. Она сюда ходит. Будет ходить. Старшая здесь дочь. Поэтому вместе с ними. Заниматься спортом можно как самостоятельно, так и под руководством тренера. При оформлении дизайна собрали самые современные технологии, которые создают комфортные условия для клиентов. Новый фитнес-клуб работает 24 на 7. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова